Не стоит плескаться в реке и прудах, хотя это вряд ли остановит любителей освежиться в жару, таких в городе немало. Им мы посоветуем аккуратнее ходить по дну, можно получить массу острых в прямом смысле ощущений. В этом убедился Павел Игошин. Вместе с дайверами он отпраздновал Международный день очистки водоемов. Что-нибудь найдем, что зря приехали что-ли? Без добычи не вернемся. Настрой боевой. Дайверы приехали на большую уборку. Работы здесь пруд-пруди. Это озеро неподалеку от Березовки будут очищать впервые. За труд парням не заплатят. Акция по очистке водоема – энтузиазм чистой воды. Плавать в грязи нам не нравится, скажем так. Поэтому, может, мы даже для себя место готовим. Ну и помогаем остальным людям получить некое удовольствие от чистоты той природы, которая, в принципе, должна быть. Привезти озеро в божеский вид прибыло 12 человек. В работу парни уходят с головой. На самом деле вода холодноватая. Для того, чтобы в нее войти, нужно отважиться. Дайверы заныривают на глубину от 5 до 7 метров. Убирать этот водоем – дело очень муторное от того, что вода мутная. В любой момент могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Например, кто-нибудь из аквалангистов может зацепиться за какой-либо предмет. И вот тогда-то выйти сухим из воды будет ой, как непросто. Рискуют не просто так, а из солидарности с коллегами из других стран. Так дайверы встречают Международный день очистки водоемов. Своего рода большой субботник. Во всем мире праздник отмечают с 1995 года. И делают это осенью. В России к торжеству подключились в 2003-м. Убирать водоемы стали в июне из-за сурового климата. Забавы ради участники акции устраивают соревнования. Например, конкурс на самую интересную находку. Человек нашел солнечные очки, там где-то лежат. Хорошие, Дольче Габбана. Более ценных вещей в водоемах Хабаровска не найти. Здесь вообще просто сложно что-то обнаружить. Погружаешься и ничего не видишь. То есть даже ни глубины ничего не видно. Даже фонарь не пробивает. Очень мутное дно. Подобную картину в Хабаровске можно увидеть сплошь и рядом. Вообще в Хабаровске есть где-нибудь хотя бы чистая вода? Нет, в Хабаровске. То есть чтобы так занырнуть, чтобы получить удовольствие, не найдешь водоем. Приходится выезжать. Мы делаем так в основном. По выходным народ собирается ездить. Там получше. А там, конечно, условия лучше. Живность. Года, соответственно, море. Дайверы мутили и без того мутную воду в течение нескольких часов. Не без труда вытащили сотни бутылок и осколков из пруда. Где оставили ум те, кто забрасывал в озеро хлам, аквалангисты догадываются. Видимо, на дня этих же бутылок. Павел Игошин, Илья Кузнецов. Для программы «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова